Девушки отдыхают Нет. Дайте нам комнату, пожалуйста. Когда Киану Ривз вывел его на экран в 2005-м, фанаты сомневались в выборе актера, поскольку он не очень походил на образ из комиксов, больше похожий на музыканта Стинга. Но угадайте что? Вот в 2005-го года сохранился как утонченное вино. С Китоном и Клуни, возвращающимися к DC, и с культом Уика, неудивительно, что фанаты хотели больше экшена Константина. Ну и что? Ривз услышал призыв, и режиссер F.S. готов к продолжению. Константин 2. Пока не скоро, но почему бы не окунуться в оригинал сейчас? Сейчас прекрасное время погрузиться и наверстать утонченное. Что значит Константин? Джон, которого играет неповторимый Киану Ривз, исследователь паранормального, с мрачным прошлым. Ребенком он видел странные вещи, которые заставили его рано попытаться уйти. Оказывается, в его мире больше, чем кажется. Ангелы, демоны, еще страшнее, скрываются в тени. Джон, со своими уникальными способностями, видел все это. Пытал окончить жизнь самоубийством. Казалось, это самый разумный вариант. Дикий поворот? Он умер на две минуты прежде, чем медики вернули его к жизни. Теперь Константин на миссии. Его попытка самоубийства обрекла его на ад, и он решительно намерен исправить все. Представьте, что ангелы и демоны – это ваша ежедневная работа. Но история не заканчивается. Константин Киану Ривз встречается с ангелом Гавриилом Тильда Суинтон после известия о раке легких из-за его курения. Он хочет продлить свою жизнь, утверждая, что все изгнания демонов должны иметь значение. Но Гавриил отказывает, заявляя, что совершение добрых дел из эгоизма не приведет его из ада. Ильми Константин решает помочь Анджеле Дотсон, которую играет Рейчел Вайс, разгадать таинственную смерть ее сестры-близняшки. Анджела сомневается в вердикте о самоубийстве, потому что ее сестра, преданная католичка, не могла отнять свою жизнь, учитывая веру в проклятие самоубийц по учению католической церкви. После удовлетворительной беседы Константин соглашается помочь Анджеле разобраться в этой тайне. Тем в Мексике мужчина находит копье судьбы, которым ранее пронзили Иисуса, завернутое в нацистский флаг. Удовлетворительно, но он направляется с ним в сторону Лос-Анджелеса. Пока Константин углубляется в расследование, он чувствует, что надвигается беда. Паценные демоны разгуливают по земле, нарушая предполагаемое перемирие между небом и адом. Обычно только ангелы-демоны с человеческими хозяевами могут гулять по нашим землям. В процессе расследования Константина события все более запутываются. Он обнаруживает, что Мамон, сын Люцифера, задумал грандиозные планы. Свергнуть папашу, захватить землю, превратить наш мир в адский парк. Осуществить это, Мамону нужен экстрасенс и божественная помощь. Анджела разоблачает, что у ее сестры были ясновидящие способности, что приводит к Константина к шокирующему пониманию. Ей сестра совершила самоубийство, чтобы помешать исполнению зловещего плана Мамона. К сожалению, божественный партнер Мамона похищает Анджелу с намерением использовать ее в качестве завязаны для ее сестры в этом диаболическом плане. В грандиозном знале Константин начинает расследование и выясняет, что божественным соучастником, который нужен Мамону, является никто иной, как Гавриил. Шокирующим становится то, что Константин и его друг Чес, которого играет Шая Лабаф, находят Мамона, пытаясь совершить отчаянный побег из самого сердца Анджелы. Так, Константин и Чес делают все возможное, чтобы провести обряд изгнания над Мамоном, стараясь изгнать этого сатанского сына из тела Анджелы. Сюжетный поворот «Невидимая сила отправляет молодого Чаза в мир иной», а Константин, выходя из тени, показывает Габриэль как кукловода. Габриэль раскрывает небесные тайны, признаваясь, что не вверяет, что человечеству достоились любовь и благодать Божия. Великий ее план. Если помочь Мамону превратить землю в ад, люди будут бороться за свою жизнь, раскрывая свои лучшие качества и доказывая свою ценность небесным силам. Инственное «ноу». Это всем соответствует божественному соглашению. Пока бог пропал, возможно, перекуривает или что-то в этом роде, Габриэль показывает Константину выход и готовится к импровизированной операции на животе Анджелы с помощью копья судьбы. Это противостояние эпических масштабов, и ситуация начинает меняться в античную и небесную сторону. В ксическом жесте Константин, наш умный герой, находит последнюю лазейку, чтобы помешать дьявольским планам Мамона и Габриэль. Он решает, что единственный способ остановить их – взять дело в свои руки. Буквально Константин режет свои вены и ждет, зная, что он предназначен для ада из-за попытки суицида в подростковом возрасте. Он рассчитывает на Люцифера, который величественно появляется, чтобы утащить его. Дьявол прибывает, готовый забрать душу Константина. Однако прежде чем Люцифер может унести его в вечное проклятие, Константин рассказывает о проделках Мамона и Гавриила в другой комнате сатана. Будучи неким родителем вертолета, прерывает операцию Габриэля «Копье судьбы» над Анджелой и отправляет Мамона в ад. Люцифер даже идет дальше, обжаривая крылья Гавриила. На всякий случай. С кризисом покончено. Люцифер оборачивается к Константину и спрашивает, что тот хочет взамен. Наш герой выбирает бескурыстный путь, требуя освобождения, Изабель из ада и прямого билета в рай для нее. Люцифер согласен, но когда он собирался взять Константина в загробную жизнь, произошел поворот. Вместо того, чтобы быть утянутым в ад, Константин обнаруживает себя в небесном свете и поднимается. Люцифер, будучи тем, кто он есть, решает поломать план. Чтобы помешать Иоанну получить то, что он больше всего хочет, Люцифер исцеляет его, убирая болезни и давая чич-чич справку о здоровье. Константин со свежим видом на жизнь вынужден плыть по живому миру, с возможностью снова попасть в ад. После дебюта Константина в 2005 году, персонаж возродился почти десятью сетями позже. Мэтт Райан взял роль Константина на НБСС, хотя шоу, к сожалению, продлился всего один сезон. Смотря на это, изображение Райаном персонажа принесло ему популярность среди поклонников никомиксов. И радостная новость в том, что Мэтт Райан не остановился. Он продолжал оживлять Джон Леджин Стантина во вселенной он Стрелы на канале CW. Константин присутствовал в эпизоде Стрелы и в нескольких сезонах Ленд завтрашнего дня. Райан также расширил свою портретную работу детектива, оккультного, в анимационных фильмах. Его анимационные приключения включают Темную Лигу Справедливости, Темную Лигу Справедливости, Война Апокалипсиса, Константин Город Демонов и Константин Дом Тайн. Благодаря усердию Мэтта Райана, Константин обретает значимое присутствие на большом и малом экране, обеспечивая поклонникам длительное знакомство с сверхъестественным миром героев. Сейчас готовятся к выпуску продолжения, хотя обновления идут не дутлино, отчасти из-за забастовки сценаристов в 2023 году. Впочем, режиссер Фрэнсис Лоуренс уверяет всех, что фильм следует по плану, и на этот раз они стремятся к классификации R. В откровенном разговоре с The Wrap в ноябре Лоуренс выразил сожаление об R-рейтинге первого фильма, который, по его мнению, был скорее PG-13 из-за вмешательства студии. О, нул. Но он жаждет того, чтобы актеры и съемочная группа могли свободно творить. Если они смогут раскрыть весь его потенциал, это обещает стать увлекательным и захватывающим киносеансом. Кроме стремления к рейтингам, сиквел также пытается свести с концами оригинального фильма. Ряд Чез вернется ангелом в сцене среди титров, уникальный поворот, не разведанный в комиксах, но добавляющий интригу к сюжету. Со всеми этими элементами, похоже, сиквел Константин готовит будущее дьявольски хорошее время.